всем привет сейчас идем гуляем с собакой на прямом эфире я рассказывал про лесок специально у него пришли погулять чтобы показать ну вот начнем как здесь не гадят да видите что творится вроде казалось бы такое культурное местечко здесь можно посидеть но мусор здесь просто повсюду ну естественно не батька его сюда приносит там сынули со своим приходится с мешками мусор и разбрасывает приходится приносится им белорус причем некоторые кучи мусора тут вообще поражают ну вот пример смотрите устроен матрас поставили коробки какие-то двери блин покрышки деревяшки короче трэш ну мелкие вы там бумажки всякие всякая гадость валяется вообще повсюду а вот люди вот блять ну какими свиньями надо быть какими блин паразитами чтобы оставлять после себя вот такое ну пришел ты ну пожарил ты шашлыки ну выпил ну блять ну забери ты сам фухарлей по аллены как пылесос забери с собой в пакетику неси все лучше пипец банки склянки какой-то уже это кто-то мне на прямом эфире помню сказал что вот белорус такие чистоплотно в отличие от россиян россияне русские вообще срут везде да ни хрена подобно из одного мы тесто сделан что русские срут везде россияне что белорус что хохлы короче славяне видимо такая у нас менталитет что ли скорее всего это из-за того что мы столько лет прожили в таком советском союзе в коллективном управлении то есть все что общее все на все можно поливать насрать нагадить кто-то обязательно должен прийти кто-то должен это убрать раза два наверно за только за лето вот этот парк пытались ну или парк лесок пытались вычистить полностью приезжали тут сектора куча работяг все это собирали через неделю мы приходили все то же самое естественно это сами люди приходят очень много на выходные шлычки жарят очень много выпивок здесь собираются нашими лица здесь не видеть они прячутся в кустах и квасит на детских площадках во дворах здесь пить нереально потому что заберут сразу же еще штраф огромную пшель и прутся сюда здесь тоже конечно ходит но здесь листва здесь можно спрятаться он яблочко продает 17 белорусский отличие от таких импортных смотрите как настоящие яблоки с черевоточниками со всяким какие они должны быть не гомоошные а импортные яблоки берет или картошку импортные яблоки вообще как яйцо ни одной зерпучки нет реально от импортных нидерланды неправильные яблоки лук белый репчатый баскет болт лук будут таком цены показывать что примерно мило представление не очень много польских итальянских французских поскольку белоруссии никаких санкций там особо в этом плане накладывали здесь продаются он даже украинские белорусские помидорки только стоит ли 300 но гурчики 7900 белорусские огурцы хорошие вот эти вкусные небольшой понравились помидорки не те тут же 4 лимончик а чай-то ну контейнер для лимончику да поверните сюда контейнер для лимона а еще для сыра чё производство россия сколько стоят порошки вот мара клёвая мара 400 грамм 13 300 такой же тай 19 700 амара лучше купили мы в прошлом году эту машину а кофе все подорожало блин тысячи стоят тушняк у вас ветчинка очень вкусно и полезно цена под контроль дачи ценники приколь паштет 590 белая хат покажи паштет за 590 тушенка конь-канина ну-ка держи 43 100 стоит он все чуть давно я хотел попробовать так и не попробовал мясные консервы собственном соку канина состав канина укрепчатый соль поваренный прикольно кстати вот блин честно говорит может понимание не обращал мы первый раз вижу на третий раз глянь кстати сатистки 4 300 как у колбаска вареная да давай давай вот да мы про них рассказывали банки делал юльку суп вообще мега офигенский старый дэк еще короче здесь свежие капуста подвигайся щи свежие капуста прикольно салат из свежих овощей ну а кто это производитель хозяин баре не в республике белосит страна производства очень-таки баночки стеклянные вообще офигенский из продавец и ки овощи готовы заправки к супам цена на солнце двести врачной рагу свекольный 21 900 морковь гарнирная 10 700 чтобы курочка стоит 48 500 за килограмм пожалуйста это у нас мясо бедро вот эти у нас в магазине прям пекарня есть своя пекут хлеб вот это сами пекут пожалуйста батон чаю 6 900 багет 7800 мини батончик 500 хлеб гречневый смотри какая штук 14 900 это хлеб корейский 9 900 батон большой 11 900 булка таксу 8 500 белорусской 10 900 11 300 9 900 8 300 есть в таких вот упаковках мягких 6 700 пожалуйста 6 700 пожалуйста 9 900 9 400 конечно молоко только дешевле пластиковый по дороге сверху 10 я запарюсь там ценники буду выборочно переводить в общем цены мы показали вам рассказали здесь это будет достаточно для того чтобы а сейчас еще соки покажу пойдем соки пока много всяких разных огромного белорусские соки в основном вот украинские соки и опять беларусь Беларусь, Беларусь, Беларусь. Помните, я рассказал, что здесь принимают яблоки, ягоды, фрукты, овощи. Вот для этого и принимают. Потом выпускают из них соки. Соки, джемы всякие. После разновидности соков тут вообще сматьмущая. Производителей, наверное, штук 20, если не меньше. Не больше. Очень много. Продают даже такие вот в стеклянных бутылках. Соки, я хотел показать. А, вот. Ага, вот такие соки есть. Ну, собственно, все, наверное, да? Все показали. Все, сейчас сок возьму и мы пойдем на кассу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...